Приветствую вас на первом синичном канале и сегодня я немножко повангую. Точнее нет, мы повангуем вместе. Я сейчас несколько фактов просто перечислю, не буду ванговать, просто перечислю факты. А потом давайте вместе с вами повангуем. Повангуем в области развития алиментного рабства. Что дальше будет? Является ли то положение, которое есть на сегодняшний день в области взыскания алиментов, окончательным? Или же матриархальная система каким-то образом будет развивать наступление? А то, что мы сейчас считаем там просто кошмаром каким-то, это всего лишь плацдар, с которого пойдет уже настоящее широкомасштабное наступление. Давайте подумаем. Ну и так, какие факты я бы хотел перечислить для начала? Сначала первый факт, который может показаться вам никак не связанным с алиментным рабством и вообще с вопросами алиментов. В свое время, когда я работал еще преподавателем, я видел, что каждый следующий набор, ну я это уже говорил, хуже предыдущего. Тупей, тупей, тупей. То есть вот то, что мы в колледжах и в институтах получали после школы, ну я больше в колледжах работал, после школы, ну это кошмар. И смотришь, кошмар, на следующий год приходит новый набор, понимаешь, что ого, те были еще дровитые дети, просто вундеркинды какие-то. Вот кошмар, проходит год и ситуация повторяется. Много раз я даже группам студентов говорил, что, ребят, вы задумайтесь, вы задумайтесь, что вас реально ждет. Когда я шел юристам устраиваться, допустим, они там на юристов учились, когда я шел юристам устраиваться, у меня была конкуренция человек 5-7 на место. Из них уже выбирали очень жестко. То есть вы должны были сдать экзамен, например, при устройстве в адвокатское образование, на помощника адвоката. То, что сдавал я, для вас это космос просто, вы не сдадите. Но сейчас еще жестче требование, вы не устроитесь. Вот реально, что вас ждет? Вас ждет просто проедание родительской пенсии. Вы не устроитесь в своей очень конкурентной специальности, конкурентной в смысле, конкуренции большой. Наоборот, не маленькой конкуренции, что конкурентно способной. Нет, конкурентно не способной. Конкуренция там огромна, чтобы просто устроиться юристам. Там нужно бороться, не знаю, из 15, наверное, людей победить, чтобы вас конкретно взяли на вакансию. Так вот, подумайте, что вас ждет. Я сделал вывод, что основная часть студентов в колледжах, которые вот у меня были, не устроятся, вообще никак не устроятся в жизни. Что их ждет, страшно подумать. Каким образом они будут зарабатывать себе на жизнь, не знаю. Родительская пенсия, криминал. Вот больше мне ничего в голову не приходит. Пенсия, пока есть родители, криминал, когда их не станет. Не знаю, не знаю, дальше ничего не знаю. То есть, что мы из этого можем вывести? Что молодое поколение будет неплатежеспособным. А возвращаемся к алиментам. А как же с них алименты-то взимать? То есть, ну, будут им суды назначать, мальчикам, я имею в виду будущим мужчинам, будут назначать там твердую сумму, будут отбирать права за невыплату, будут ограничивать выезд за рубеж. Все у него отберут, но у него нет больше ничего. Ну, кожу с него не снимешь, да, она недорого стоит. Все, вот он будет сидеть, у него ничего нет. Сотрут его просто вот как гражданина ластиком. Все, никуда не выпустят, ничего, нет у него ни на что прав, одни обязанности, но у него нету. Так, откуда брать, вот вопрос. Это первое. Второй факт. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Общество постоянно развращается. В плане отношений, межполовых отношений. В каком плане развращается? Во-первых, это более раннее начало отношений. То есть, дети все раньше и раньше вступают в половые отношения. Я думаю, что тут спорить не надо, особенно крупные города. По тем же колледжам беру. У меня студенты, студентки точнее, в 16 лет мне заявляли, тоже, по-моему, упоминал, что зачем вы родителям названиваете? Вот у меня есть муж гражданский, правда. Ему и звоните. Но это еще хорошо, понимаете? В 16 лет ребенок живет с гражданским мужем, но муж осуществляет какие-то функции по воспитанию своей жены. Похвально, я бы сказал, патриархально. Но это так вот, в порядке шутки. А если без шутки, то там трэш полный. Чтобы в 16 лет кто-то из них вел какую-то, ну вот действительно жизнь, подобающую девушке, 16-летней девушке, девственнице. Я такого не видел. За редким, за редчайшим исключением. Это дети уже как бы далеко не дети. Дальше, еще в чем отношения портятся, развращаются. В плане меркантильности. Если раньше я видел, что подростки, ну у них такая любовь как бы романтическая, там за ручку держаться, да даже тот же секс будет без каких-то материальных подоплеки, без воздаяния, скажем так, с материальной точки зрения, то сейчас все раньше и раньше начинается вот это, ты мне подарок должен, ты мне обязан, а что мне за это будет. То есть, в принципе, уже в начале отношений, а начинаются они у них очень рано, уже идет вот эта меркантильная составляющая. Вот, собственно, те факты, которые имеют место быть, я думаю, что каждый из вас их видит постоянно. Что получается? Относительно первого фактора. Получается, что старшее поколение, ну хотя бы начиная вот с моего возраста, и там старшее, оно более платежеспособно. То есть, это люди, которые еще хоть как-то устраиваются на работу, более старшее поколение, оно и вовсе помнит еще времена, когда квартиры давали за даром. Когда вы могли устроиться работать на стройку, и за пять лет получить квартиру. То есть, сейчас это нонсенс. Но самое главное, что это люди более-менее платежеспособные, и люди, которые будут выходить, хотя бы когда-то выходить на пенсию, там хоть в 70 лет кто-то живет, они будут продолжать работать, у них будет и пенсия какая-то несгораемая сумма, и, соответственно, хоть какая-то копейка зарплаты. Несмотря на свою нищету, это будут люди платежеспособные. А вот теперь выводы. А вот теперь давайте вместе повангуем. Я не берусь даже ванговать, я вас приглашаю пованговать. Как вы думаете, что будет с алиментами? Каким образом матриархат будет взыскивать алименты? Взыскивать вот это содержание для женщины? А вот здесь я хочу вам прочитать одну статью. Недаром я компьютер держу включенным. Семейный кодекс. Действующая редакция Семейного кодекса. 94-я статья. Внимание. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков. Читаю. Несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи внуки, в случае невозможности получения содержания от своих родителей, имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами. Такое же право предоставляется совершеннолетним, нетрудоспособным, нуждающимся в помощи внукам, если они не могут получить содержание от своих супругов, бывших супругов или от родителей. Поняли? То есть, что это даст на практике? Вот теперь я немножечко повангую, а ваше дело согласиться или не согласиться со мной. Я думаю, что это даст небывалое явление. Ну, может быть оно и бывалое, но не распространенное, а оно будет распространенным. Когда девушки, женщины, недостигшие, а может быть и достигшие совершеннолетия, будут развращать молодых людей, недостигших совершеннолетия. У него нет доходов, но за него будут платить, соответственно, его родители, дедушка и бабушка. Здесь только что нужно учесть, что у нас возраст согласия по закону 16 лет, поэтому развращение более младшего возраста должно происходить тогда тоже несовершеннолетней девушкой. И это будет трэш полнейший. Я думаю, что рано или поздно это случится, когда, скажем так, общество будет подкидывать идею 15-летней, 14-летней девушке забеременеть от такого же малолетки, по большому счету. А дальше она получает содержание, она получает алименты. С учетом того, что и так сейчас уже в этом возрасте начинаются какие-то там отношения, связи, я думаю, что это будет. Но это самая трэшовая ситуация. Никакой ответственности она нести не будет. Потому что, да, есть статья ответственность за развращение, соответственно, недостигшего 16-летнего возраста, но там ответственность 16 лет. То есть, условно говоря, если совместно развращаются там 2, 13, 14-летних, то ничего не будет. Никому. Кого наказывать-то? Они оба малолетки. Так вот, это первое. Дальше. Самое интересное начинается с 16 лет. Возраст согласия есть, но он еще несовершеннолетний. Поэтому, если будет, например, связь 20-летней женщины с 16-летним или 17-летним молодым человеком, а сейчас есть тенденция к тому, что женщина старше в паре, то ответственности она не несет. Да, она совершеннолетняя, а он 16 достиг. Опять же, она может подать на алименты потом, и алименты будут взыскиваться при невозможности взыскать с родителей, с дедушки, бабушки. Дальше. Хотя бы он и совершеннолетний. При невозможности получить с него, можно с дедушки, с бабушки. А я вам еще раз говорю, что с учетом интеллектуального уровня, вот студентов, которых я последнее время видел, невозможность взыскания с них алиментов будет сплошь и рядом. Они просто не устроятся на работу. Будут им там писать эти неустойки, суммы растить. Ну, миллионы у них нарастут, и что? А вот дедушка и бабушка подпадают под горячую руку матриархата. Поэтому вот, я считаю, что это следующий виток развития алиментного рабства. Оно ударит, теперь, сейчас оно бьет по родителям, в ближайшее время оно будет бить по дедушкам и бабушкам. Поэтому, друзья мои, не знаю, что ей посоветовать. Приглядывайте за сыновьями. Потому что, естественно, тенденция будет сохранена, бить оно будет по мужской части. То есть, приглядывать все-таки нужно за сыновьями, не столько за дочерями, сколько за сыновьями. Бить оно будет именно по ним. Вот это и есть следующий виток. Поэтому, если кто-то считает, что оплатил до 18 лет алименты за своего ребенка, и все, и отделался, ничего подобного. Может, скоро начнете платить за внука. Еще раз, тут можно и совершеннолетних детей брать. Он не может платить алименты, соответственно, дедушка и бабушка платят. И более того, даже на совершеннолетнего внука. То есть, если внук совершеннолетний, нетрудоспособный, нуждающийся в помощи внук. Если он не может получить содержание от своих супругов или родителей. Вот и все. Поэтому, ну, внук совершеннолетний, это уже дедушка совсем старый, конечно. Но вот все, что практически до последней черты, запросто, вот эта статья предоставляет возможность взыскания. А с учетом снижения платежеспособности молодежи, эта статья будет все чаще и чаще применяться на практике. Примерно так.